Клеточная терапия Исследования показали, что микровизикулы обладают теми же свойствами, что и стволовые клетки. Однако, в отличие от стволовых клеток, микровизикулы можно заранее заготовить в больших количествах. Их удобно хранить и применять даже в клиниках, не оборудованных клеточными лабораториями и биобанками. В отличие от стволовых клеток, они не живые. Их можно, например, высушить, разлить по флакончикам, высушить. И так же, как и любой препарат, можно добавить, например, физраствор перед тем, как ввести пациенту. И очень быстро подготовить препарат для введения. Данную разработку можно будет использовать для лечения травм центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ишемических заболеваний. Уже сейчас мы используем эти микровизикулы для лечения, например, травмы спинного мозга. Когда мы наносим эти микровизикулы поверх травмы. Кроме того, микровизикулы мы применяем для лечения повреждений кожи, для омолаживания кожи, например, в результате фотостарения. Кроме этого, ученые отметят, что микровизикулы можно будет использовать в качестве средства доставки лекарственных препаратов. Если в эти микровизикулы загрузить лекарственный препарат, либо какой-то фармацевтический препарат, либо генотерапевтический препарат на основе генной терапии, то эти микровизикулы становятся еще и вектором доставки. То есть способ, еще один способ для того, чтобы доставить лекарственный препарат в организм. Уникальность разработки состоит в том, что технология производства микровизикул масштабируема и может быть реализована в промышленных объемах. Эльвира Зорина, Ленар Довлетиаров, Универньюс.